Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край. Все тоже 10 декабря 2021 года. И раз уж сегодня мы потратили весь день для изучения, так сказать, некоторых предложений, которые находятся в село Каштаны, рядом, собственно, с Хостой, где я тоже с вами, ребята, живу, значит, три изолированные спальни. Внизу кухня-гостиная, два санузла на первом и на втором этаже, 120 квадратных метров, 3,5 сотки земли, 16 миллионов рублей. Окей. Переворачиваю камеру, показываю, еду дальше. Так, ну давайте, долго задерживаться не буду, по видовым характеристикам, собственно говоря. Неплохо, неплохо, белоснежные вершины горные, неплохо, неплохо. Все, мы вокруг этой виллы с вами ездим сегодня, да? Меняем локацию, когда же я все-таки попаду сюда, да? Что же это за вилла? Мне прям так интересно, кто там живет. Шикарная, шикарная, я уверен, там шикарное местечко. В общем, по видовым характеристикам все нормально. По видовым характеристикам все более чем нормально. Земли немного, да, ребята? Вот такая въездная группа у нас, пожалуйста. Подпорные стены. Значит, собственно говоря, чтобы вы понимали, тут у нас бетонка. И вот у нас сколько, ну, я не знаю, 30 метров и все. Идеальный асфальт до Хосты еще раз. Значит, 6 километров до моря, до Хосты, до центра Сочи 25 минут. Налево до Адлера, соответственно, 25 минут до аэропорта. Поэтому проблем нет. Автобус ходит, детей возят бесплатно в школу. В Хосте две школы, в одну из которых ходит мой сын. Детские сады здесь все есть. Значит, 3,5 сотки земли, да? Не так уж и много, собственно говоря. Но, в принципе, все, что надо, разместить можно. Разместить можно. Дома уже больше года. Ипотека проходит. Хотелось бы, конечно, собственникам продать за наличные. Тут у нас септик. Ну, все, в принципе, здесь понятно. Это выход с кухни-гостиной. Давайте через центральный вход зайдем. Быстренько я вам покажу. Поеду дальше. Меня там попросили еще пару домиков поснимать. Ну, я вас просто знакомлю с ценами, чтобы вы понимали, что у нас происходит. Потому что, когда спрашивают Дима, что можно купить, я сразу говорю, посмотрите у меня на канале. Так, все, зашли. Соответственно, монолит каркас. С керамзитом в облочном заполнении. Швы промазаны более-менее. Пойдет. Значит, здесь у нас гардеробная. 100% гардеробная. Я не знаю, зачем. Ну, хотя, в принципе, почему бы и нет, да? Собственно говоря, здесь какой-нибудь шкаф-купе огромный, да? Здесь какие-нибудь вешалочки. То есть, свет лишним не будет. Все, дальше. Это я тоже не знаю. Либо это котельная, что, скорее всего, да? Либо это котельная, потому что подведено, видите, уже, так сказать, электричество, так сказать, провода, по крайней мере, здесь есть, да? Это санузел. Либо я, вообще, думал, что это можно сделать гардеробную. Подлестничное пространство, однозначно, надо использовать каким-то образом. Здесь кухня-гостиная, две световые точки, два выхода, соответственно, ну, типа на летнюю террасу, да? То есть, здесь столик поставили. Все равно, все-таки, сидите, так сказать, какой-то есть вид, и вы сидите, там, обедаете, пьете чай, там, винишко попиваете. Ну, все равно, горы вам видно, поэтому, я думаю, что это такая летняя терраса. Можно сделать здесь сверху навес, хотя бы какой-то выдвижной. Все, под кухню, соответственно, тоже здесь вот электричество ввели, предусмотрели. Вот, вот, вот. Ну, все, просторная кухня-гостиная. Просторная кухня-гостиная. Здесь ванная, здесь однозначно поместится ванная. Все, небольшое окошко, как бы для ванной достаточно. Можно и душевую поставить, и в ванную, все поместится. Да, это, я думаю, что все-таки котельная, техническое помещение назовем это. Все, поднимаемся наверх, и здесь у нас три изолированные спальни. Это большой плюс. Ну, это самая маленькая, как мне показалось, кабинет с выходом на балкон. Это, соответственно, вторая спальня, возможно, взрослая. Ну, и вот детская, например, без выхода на балкон. И тоже, пожалуйста, тоже большая, большая ванная. То есть, вот так вот. Ну, уже, соответственно, ваша. Внизу гостевая, например. Ребят, ну, неплохо. Хотелось бы, конечно... Хотелось бы, конечно, чтобы, может быть, чуть, может быть, как бы было побольше земли. Ну, вот, к сожалению, земли столько, сколько мы имеем. Ну, что же это? С разных ракурсов я все время смотрю сюда и никак не могу подобраться. Подобраться мне очень интересно. Все-таки внутри, как там все сделано. И я вижу, что там красивый ландшафт. И чье это? Ну, чье это меня мало волнует. Меня волнует больше, как это все сделано. Смотрите, какая красота. Все равно у нас красиво. Вид хороший. Вид хороший. Из балкончика тоже вид хороший. Ребят, 16 миллионов. 120 квадратных метров. Значит, 3,5 сотки земли. 3 изолированные спальни наверху. Кухня-гостиная внизу. Ну, в общем, вот такая вот история. Все, я поехал дальше. Еще меня попросили пару домиков поснимать. Имейте в виду, что вот такие вот цены на сегодняшний день. Ну, а вам что? Здоровья? Не болейте, ребята. Давайте, я вас обнял. Ну, решил немножко доснимать. Ну, как обычно в моем стиле. Это, да, закончить видео, с этим попрощаться. Собственно говоря, продолжить съемку. Значит, решил немножко доснимать. Вот она центральная дорога. И, соответственно, вот у нас, ну, дом, который я только что снимал, да? Вот он. Сколько здесь метров? Ну, не знаю, метров 40 до него, да? Метров 40 до него. И вот этому же собственнику принадлежит вот этот участок земли, ребят. Под уклоном, да? Вот такой вот уклон. Вот они. 4 сотки земли. Стоимость 7 миллионов рублей. 1 миллион 740 тысяч рублей за сотку. Чтобы у вас немножко было понимание, что у нас здесь, в принципе, в Сочи и в Каштанах в том числе происходит. То есть, это не у него такая цена. Это, как вы уже поняли, у всех такая цена. 1 миллион 740, 1 миллион 250, 2 миллиона, 3 миллиона. Ну, дорога, газ, свет, стройся, пожалуйста. То есть, вот такая вот история. Ну, то есть, допустим, если я для себя, я не очень люблю дома на дороге. То есть, я не рассматриваю. Ну, вот решил, тем не менее, доснимать, чтобы вы еще раз поняли, что тот участок, который я сегодня снимал, где 7 соток стоит 6 миллионов 200 тысяч рублей, по 885 тысяч рублей за сотку, что этот участок, тот участок, это халява. В два раза ниже рынка. Потому что вот вам 1 миллион 740 тысяч за сотку. Или я час назад снимал вам 2 миллиона за сотку, пожалуйста. Подумайтесь, вам кому-то нужна хорошая земля? Или просто инвестировать, перепродать и заработать? Давайте его посмотрим, съездим. Все, теперь точно обнял, поехал дальше.